Добрый день! Сегодня у нас своеобразные головоломки. Это так называемые змейки Рубика. Вот у меня была змейка компании Шинг Шоу. Для сравнения ее достал. Какая-то еще такая непонятная. И еще одна непонятная. Компания Чи Мафанги выпустила линейку змеек, начиная от 24 элементов до 72. 24, 36, 48, 60 и 72. Сейчас мы их все откроем и все посмотрим и сравним с предыдущими моделями от других фирм. Начнем со змейки 24 элемента, так называемый стандарт. Я взял некоторые разноцветные. Что у нас здесь встречает? Инструкция. Понимаю, она скорее всего общая на все змейки. То есть показаны 36, 24, 48, 60 и 72. И показаны какие-то фигурки, которые можно из них сделать. На коробочке нарисована змейка синего цвета. У нас зеленая. 24 это, видимо, вот такая же должна быть. Посмотрим. Компания Чи делает достаточно неплохие головоломки, даже бюджетные. От сравнимую Шэнк Шоу. Это какие-то палаточные совсем. Это вообще 12 элементов полукруглые. Не знаю, где-то жена нашего принесла мне. Ну, компания Шэнк Шоу крутится как-то вот так. Тора, в принципе, неплохо. Ну, примерно так же крутится и Чи. Возможно, чуть помягче. Давайте ее раскрутим полностью. Вот такая змейка. Логотипчик Чиишный. Причем он с двух сторон вращается. Какие-то фигурки я из них делать сейчас не буду. Дабы не тратить все время. Много можно найти в интернете. То есть, из такой змейки на 24 элемента, там, сотни различных фигур можно делать. Ну, самый популярный, самый компактный, это такой вот шарик. Или бы мячик. Змейка 24. Открываем змейку на 36 элементов. У нас получается здесь красный цвет. Инструкция такая же, в сторону. Вот у нас сложено таким образом. Тот же логотип, но элементов здесь побольше. Развернем, чтобы сравнить. Ну, вращение достаточно комфортное. Все-таки это головоломка. Развивает пространственное мышление. Наверное, да не, точно развивает. Вот такая вот длинная. Положим рядышком. Дальше. 48. Оранжевая. На коробочке вот изображена фигурка, которую можно сделать. Надо будет попробовать. Та же самая инструкция. И еще больше элементов. Они, наверное, уже в кадр не будут вмещаться. Ну, можно как-то вот так вот. Небольшой любитель змеек. Что-то мне вот захотелось их приобрести. И, в крайнем случае, дети поиграют. Если не сломают. Вполне комфортно вращаются. Вот она уже. Такая длинная. 48 элементов. Сложен, наверное, пополам. Примерно пополам. Чтобы хотя бы в кадре была. Ну, и на всякий случай откроем змейки. 60 и 72 элемента. Так, 60 опять голубенькая. По тому вращению, которое я уже успел оценить. А именно распрямляя эти змейки. Качество вполне достаточное. Голубенькая змейка. Наверное, даже вот так вот оставлю. Ну, 60 элементов. Это уже совсем длиннее, чем стол поперек. Она уже... Это вот. На 3-6 элементов. Во весь стол лежит. Так, ну и 72. Из нее можно сделать вот такого вот верблюда. Из 60 можно сделать вот такую фигурку. Но это не единственные фигуры, которые можно сделать. Можно сделать много разных. Есть целые каналы, которые посвящены на ютубе различным фигурам из разных змеек. Кому интересно, можете посмотреть. Инструкция, опять же, точно такая же. И вот змейка. Возможно, когда-нибудь я сделал какие-нибудь интересные фигурки, сниму отдельное видео про это. Но не сейчас. Это не так быстро. Это абсолютно одинаковое по качеству змейки. Совершенно просто. Ну, какие-то длиннее, какие-то короче. Вот самая длинная змейка. 72 элемента. Вот так вот ее протаскивать. Тащится, тащится, тащится. И не кончается. Ну, здесь наконец-то закончилось. 72 элемента. Вполне такая стабильная. И вполне себе змейка. Пишите в комментариях, что можно из них сделать. Может быть, как-нибудь попробую. На досуге. А может и нет. Ну, вращается неплохо. То есть, вот эту, если взять, Полодочную змейку, Она прям совсем деревянная. Прям никакая. Похожа на вращение от Шинкшоу, Но мне кажется, она потише. Принцип такой же. И размер элементов такие же. От Шинкшоу такой интересный дизайн. Желто-черный. Ну, тут все. Белый, зеленый, оранжевый, красный, синий цвета. Кажется, был какой-то еще цвет. Могу ошибаться. Ну, либо их не было в наличии. Скорее всего, их не было в наличии, Когда я приобретал данные змейки. Ну, как-то так. Вополнение коллекции, наверное, головоломками. Покручу, пособираю. Но, наверное, не в ближайшее время. Змейки достойные. Кому хочется развлечь себя чем-то иным, В отличие от кубика Рубика, Это вполне подходит. Здесь можно надолго засесть, Делая различные фигуры. Причем интереснее именно взять картинку И попробовать именно по этой картинке Собрать из змейки фигуру. Не по видео, где там последовательность действий Все показано. А вот так вот. Развивая свое пространственное мышление. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.